не смогла попросить купить билет сама купила и лечу чтобы получить эмоции а теперь мысли не зря ли я это сделал все что сделано что сделано то сделано понимаете что сделано то сделано на тот момент вы не могли по-другому но вы не могли у вас не было ресурса чтобы раз рассчитать или уговорить себя до уговорить себя попросить не было ресурса поэтому что вы сейчас хотите копаться в прошлом зря или не зря так вы не поймете вот это огромная иллюзия пытаться понять прошлое с точки зрения настоящего после совершения поступка мы уже другие вот вы купили билет сами вы уже не так которая был бы не то какой были до покупки этого билета это два разных человека уже все сытый голодного не разумеет понимаете вы сейчас пытаетесь что-то там но это два разных человека этот поступок он уже отрезал чё там вы еще собираетесь искать понимаете вот это огромная иллюзия в которой к сожалению находится очень много людей во первых прошлое прошло сколько бы вы не думали вы не сможете ничего изменить оно прошло оно уже улетела понимаете все из физического пространства она улетела пытаться себя обвинить это тоже иллюзия это другой человек вы другой человек вы уже на на какой-то порядок вы изменились все вы другой человек чего вы хотите себе рассказать это вот как десятый класс первым бы рассказывал ну ты чё тогда кривые буквы писал чё ты в прописи писал кривые буквы ты что не понимаешь что красиво писать прямо чё ты чучело писал то непонятно или ну что ты тогда в задаче ответ в общем-то да потому что понимаете да так жизнь то же самое мы постоянно растем мы постоянно растем мы либо растем либо деградируем да либо растем вверх либо вниз растем но мы постоянно двигаемся после вы можете что-то вот вы находитесь сейчас в этой точке вы еще пока не сделали вы не приняли никакого решения вы можете думать 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 и это пока еще нормально как только вы совершаете поступок вы делаете выбор вы идете куда-то что вы рассуждаете по поводу первого класса это абсурд забудьте смотрите в будущее что вы будете делать следующий раз девушки дорогие принцессы королевы кто проходил право быть первой и у кого есть результаты приглашаю вас на право быть первой вторую ступень взрослые создают свои правила наличие результатов позволяет им это делать поэтому я о них и спрашиваю если результаты есть пора идти на глубину там живет ваша крупная рыба хорошо живет тот кто просто умеет это делать присоединяйтесь много думаю составляю списки а делать нет сил откладываю типа еще подумать надо как взять себя в руки да хватит уже списки писать одно дело напишите одно не надо списков одно дело одно дело и не надо думать дом много думать это уход от действий понимаете теория бездействия мертва но она полезна она полезна она полезна когда мы исчерпали все вот мы исчерпали просто все знания мы не можем вот не можем мы хотим но не можем мы понимаем что может все попеределали мы себя уже исчерпали нам нужно куда-то копать что-то в себе развивать раз мы идем на следующий тренинг начинаем открывать новые ресурсы в себе открывать следующие слои до человек существо многосложное следующее действие уже со следующими мыслями действия с другими мыслями и поехали если мы просто сидим и много думаем это ни о чем вообще ну и надумали и дальше что результат где нет одно напишите одно и сделайте хватит думать как заставить себя отдавать долги и выйти с финансовой зависимости долга долги просто понять что долги надо отдавать долги надо отдавать это надо делать вот надо делать все это во первых это признак взрослого постоянная долговая яма то есть из кредита в кредит что-то здесь перезаняла и так далее это детство это детство поэтому прям братья за горло и отдавать и потом там же ладно ладно бы только деньги нам все что касается физического уровня но это мелочи деньги там взяла не отдала на это же наклеивается энергия которая вам совершенно не нужна вот совершенно не нужно лучше все-таки отдавать знаете как какой каким бы не был каким бы великим не был соблазн не отдать к примеру ночью такого да я не могу не отдать помните о том что больше вы потом отдадите не деньгами и это будет дороже деньги это такое знаете как деньги это то что проще отдать деньги проще отдать когда начинают забирать другим это совершенно другие совершенно другой разговор поэтому это просто нужно отдать все все что вы взяли нужно отдать для вашего для вашего же спокойствие я говорила как-то уже до что я человек злопамятный я помню если мне кто-то что-то сделал не то даже если это было много лет назад и я иногда экспериментирую и вот тоже самое я экспериментировала с долгом который который мне человек должен был несмотря на то что там уже 20 лет прошло и как бы это не было смешно но я думаю дай-ка я поэкспериментирую с намерением негативным намерением негативным намерением я права это мои деньги понимаете и когда на той стороне кто-то прав и это его просто лучше лучше отдавать понимаете лучше отдать зачем вам это не надо я экспериментировала ради того чтобы понять силу силу моего негативного намерения человек разыскал несмотря на то что все было с такой же скоростью с какой она скрылась от меня с этими деньгами и я не могу найти с такой же скоростью она меня разыскала и это было конечно очень что-то такое мистическое разыскал чтобы отдать казалось бы да никто про него уже не знает не помнит живем вообще там на разных континентах кому это надо нет так не от хорошей жизни же отдала понимаете ну то есть она почувствовала какой-то интуиции своей последней что что-то происходит в жизни не то надо отдать лучше отдать очень хочу поменять окружение город маленький ресурсных людей очень мало сейчас вообще одна отстраиваются обдумала все не знаю что делать дальше хотя одно мне хорошо интересно а в чем вопрос хочется менять меняйте смотрите вот понятно что сомнения да хочется поменять работу хочется поменять город хочется поменять страну и так далее вот сегодня вы не осмеливаетесь вы и кто-то еще кто-то еще по ту сторону экрана сегодня раздумывает и не осмеливается да то карантин мешает то еще что-то мешает постоянно так вот представьте что вы сидите в этой же самой квартире на этом же самом стуле на этой же самой работе в этом же самом городке и так далее через пять лет вы там же находитесь только вы на пять лет старше а потом на десять через десять лет представьте себе в этой же самой квартирке на этой же самой работе в этом же самом городке чтобы вы себе сказали через десять лет той который на десять лет меньше сегодня что бы вы сказали почему ты не сделала это раньше тебе было на 10 лет меньше понимаете вот вам и ответ понятно что страшно но дальше не будет знаете как страх это очень хитрая штука она никуда не девается она девается только когда мы привыкаем действовать мы привыкаем действуем 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 это то что я рассказывала на миссии и в какой-то момент ты просто привыкаешь к этому внутри вот к этому дискомфорту к этой дрожащей струне натянутой каждый раз когда ты хочешь сделать что-то новое и чувствуешь вот это ты просто привыкаешь уже не обращаешь на это внимание но она все равно есть ну чтобы не испытывать страх надо быть больным на голову если мы здоровы если вы здоровы значит у вас есть страх это нормально все и это нормально поэтому нужно действовать несмотря на страх и чтобы подтолкнуть себя к этому ну представьте что вам что вы старше да там еще какой происходит момент когда человек старше ему сложнее потому что он сам себя грызет да там еще что прибавляется сначала страх неизвестности просто а вдруг я не сразу найду работу а вдруг там да вдруг а вдруг а вдруг а вдруг а мне еще и там полтинник представляете ну то есть еще и возраст такой и что что говорят женщины чаще чаще всего ну куда уже ну куда уже представляете как страшно то есть мы сами останавливаем себе говорим все ну то есть как бы жизнь твоя что близится к концу тебе уже полтинник ну куда уже понимаете несмотря на то что я говорю в любом возрасте делаете потому что все что мы хотим мы можем все что мы хотим мы можем но для этого мы должны включать себе часть которая близка к создателю этого мира та часть которая создана по его образу и подобию мы же очень часто руководствуемся животной частью а животная часть что она боится потерять теплое место она боится выйти из из конуры здесь все известно здесь плохонько но она известна и все гарантированная моя корочка хлеба гарантирован мой петя вот этот который меня гоняет и еще там что-то гарантированно все да ну то есть это животный страх инстинкты а руководствоваться нужно другой частью как убрать эмоцию отвращение к человеку у меня ценность чистота а у человека с которыми общаясь ее нет тошнит от вида грязной одежды и запаха вы уверены что вам нужно опускаться а не менять свою жизнь мы уверены хорошо подумайте смотрите я помню однажды писала девушка даже не одна девушка писала несколько таких было на метро я не могу ездить на метро мне каждый раз когда я спускаюсь у меня прям вообще ужас отвращение и я каждый день страдаю я еду на работу страдаю и я еду домой я страдаю как бы мне проработать мою эмоцию отвращение я говорю не надо ничего прорабатывать поставьте цель на автомобиль катайтесь на автомобиле поставьте цель если у вас там протесты пробки поставьте цель на то чтобы вы могли купить квартиру рядом с работой или наоборот найти работу рядом с квартирой до или поменять и то и другое это наш рост вы хотите опустить себя вы хотите рассказать себе что чужая грязь это нормально и вы должны к ней претерпеться вы что проснитесь это не нормально меняйте вашу жизнь